Дорогие друзья, мы приветствуем вас в нашей студии, уже я со своей стороны хочу вас поприветствовать и в какой-то степени поздравить всех нас с неординарным событием на текстильном рынке, с открытием первого профессионального текстильного канала, канала для бетудни, то есть исключительно для профессионалов. Такая попытка, по крайней мере, в России сделана, реализуется впервые. Посмотрим, что из этого получится. В любом случае мы стартуем, хотели запуститься в июне, но стартуем 3 июля и будем считать, что 3 июля это день, когда возможно такое доброе начинание станет, разовьется и станет хорошим таким такой хорошей площадкой для, прежде всего, наших встреч и взаимодействия друг с другом и для решения всех насущных оперативным образом вопросов, которые возникают, как говорится, в процессе нашей деятельности. Какая основная наша цель? Прежде всего, да, помочь бизнесу наших клиентов. И когда мы, встречаясь, говорим о том, что компания Delight заинтересована в бизнесе своих клиентов, может быть, даже больше, чем сами клиенты в собственном бизнесе, ну, это не фигура речи, во многом это действительно так. Мы объясняли, почему, я еще хочу все-таки повторить, что тот клиент, который успешен, у кого растет бизнес, значит, кто уверенно работает и взаимодействует с поставщиками, он в том числе активен в работе с нами. И чем лучше таких клиентов, тем лучше компания. Вот здесь во многом прагматичный выбор. То есть, чем лучше вам, нашим клиентам, тем, конечно же, стабильнее и увереннее чувствовать себя компания Delight. Ну и, безусловно, здесь помимо прагматичного такой составляющей есть еще и, в общем-то, ну, как бы так вот сказать, не высокопарно, ну, скажем, такая романтическая составляющая. Дело в том, что компания 20 лет наша, будет уже в следующем году. Мы накопили достаточно большой опыт за эти годы, которым бы мы хотели поделиться. Поделиться в такой, тем более, непростой период для всех нас и помочь в каких-то вопросах разобраться, ответить на какие-то трудные вопросы, которые возникают перед нашими клиентами, а они возникают всегда, быть рядом и не брать, что называется, за это денег. То есть, не считать свои трудочасы, не считать трудочасы тех звезд, которые задействованы и будут задействованы и на нашем канале, и в командировках, которые мы бесконечно проводим. Все это от Delight для вас безвозмездно. Возможно, за те 20 лет, за которые мы что-то недодали, что-то кого-то, возможно, подвели, что-то недосказали. Вот, как говорится, компенсация за то, что нами не сделано за 20 лет, сегодня это наша искренняя помощь для вас. То есть, в вашем успехе, как говорится, мы заинтересованы и прагматично, и в таком чисто, действительно, человеческом контексте. Просто искренне помочь от души все поделиться тем, что мы наработали за эти 20 лет перед вами. Наш принцип очень простой. Мы говорим на темы, в которых мы разбираемся, мы пытаемся затрагивать и отвечать на вопросы, на которые мы знаем ответы. Мы предельно откровенны и предлагаем и вам со своей стороны вести себя таким же образом, задавать любой вопрос. У нас нет запретных тем, просто есть вопросы, на которые мы не можем ответить, и мы об этом говорим сразу. Там, где у нас наработан опыт, где у нас есть уже те или иные варианты ответов, мы ими делимся. Делимся перед всеми. Для нас нет своих клиентов, чужих клиентов, для нас нет конкурентов, врагов каких-то. Для нас весь рынок открыт, мы вещаем для всех. Эта студия открытая и, пожалуйста, в дальнейшем, возможно, при развитии нашего канала мы приглашаем в нашу студию всех, кто бы готов что-то рассказать и чем-то поделиться с рынком. Пожалуйста, это могут быть и поставщики, это могут быть и клиенты, и мы еще встретимся в этой студии со многими известными людьми на этом рынке. Поэтому, прежде всего, открытость и честность. Это принципы, на которых мы стоим, и которые заложены в наше вещание, в наш контакт. Что еще хотелось бы сказать? Сегодня, первый день, мы пробуем свою эфирную сетку. Валентина объяснила, мы для начала будем вещать раз в неделю в четырехчасовой формат, но в концу лета, я думаю, собрав обратную связь от вас, прежде всего, работаем для своей аудитории. Мы поймем, как расширить сетку. Скорее всего, с осени уже будет два выхода, в неделю эфирные. Ну, а дальше посмотрим. Основная задача быть максимально близко с вами, постоянно и всегда оперативно отвечать на любые возникающие вопросы. А их много. Последний раз мы, ну, по крайней мере, я в широком формате встречался с нашей аудиторией 4 апреля на выставке Мосбилда на 58-м этаже, когда мы проводили нашу встречу. Там мы сформулировали, свою такую, записали формулу успеха. Звучала она следующим образом. 2П плюс 2П равно 2П. 2П. Ну, я запишу, с одной стороны, такую абракадабу. Для тех, особенно, кто, возможно, впервые подключился, кто не присутствовал и не слышал эту формулировку от наших менеджеров, формула звучала следующим образом. 2П плюс 2П равно 2П. Итак, два слогаевых, вот сумма состоящих из двух слогаевых, это равно 2П. То есть, что такое 2П? В первом случае, это два принципа от Делайта. Первый, второй принцип пирамидок. Об этом мы рассказывали. К этому, возможно, по вашему запросу еще вернемся, потому что мы будем так или иначе возвращаться к нашей философии и к нашим соображениям о успехе. И, тем не менее, за первослагаемое отвечал Делайт, и сюда входило два принципа пирамидки. Первый принцип первой пирамидки и принцип второй пирамидки. Второе слагаемое, это наш клиент. 2П, мы говорили о том, что мы работаем с клиентами, которые, безусловно, профессиональны и которые являются еще и при этом одновременно предпринимателями, предпринимателями, обладают такой предпринимательской жилкой. То есть, 2П, это одновременно клиент является и профессионалом, и предпринимателем. Я коснусь этого чуть-чуть, сегодня расшифровав эти два смысла. Равно 2П, полная победа или успех, как мы говорили. Можно было бы записать это как успех. И вот я хочу сказать, что такое успех в нашем понимании. Вот ради чего мы пытаемся установить с вами такое взаимодействие, помочь в бизнесе таким образом, чтобы действительно был успех. Ну что такое успех? Вот в понимании Делайта успех, это когда наш клиент как минимум, как минимум 6 месяцев подряд, желательно, конечно же, больше, растет ежемесячно, каждый месяц, к предыдущему периоду, к предыдущему году, за тот же самый месяц, желательно в двузначном исчислении. То есть, на 10, 20, 30 процентов в год-год. Вот если компания вместе с нами взаимодействует, растет каждый месяц, из месяца в месяц, на 10, 20, 30 процентов и больше, к предыдущему году, к аналогичному месяцу, вот это мы уже называем успехом. Почему это не теория, почему это реальность? Дело в том, что вот мы, опять же, в основном, в этой формулу мы прежде всего на эмпирическое выведено опытным путем кладем свой рот. Делать с конца 15-го года, вот уже скоро будет 2 года, каждый месяц, каждый месяц рост, не было ни одного месяца, чтобы мы выступали год-году, значит, по месячным, каждый месяц рост. И вот, и в течение двух лет, даст Бог, мы продолжим эту динамику, и почти что всегда рост в двузначном исчислении. 20, 25, 30 процентов. То есть, действительно, мы подтвердили это своим опытом, что даже в кризис можно расти и достигать лучших продаж даже до кризисного периода. То есть, в семнадцатом году мы вышли уже на параметры, это превышающий существенно до кризиса на свой период, и поэтому мы и имеем право поделиться собственным опытом, за счет чего возможно достичь таких динамик, ну и, соответственно, помочь вам в ваших бизнесах. Вместе с нами за этот же период около 150-200 клиентов имели те же динамики. Вот это очень важный момент. Где-то 150-200 клиентов были в этот же период, кто-то дольше, кто-то вместе с нами, кто-то полгода шел, но уже устойчиво в рост. Не на 1, 2, 3 процента, потому что после всех падений 1, 2, 3, 4 процента прироста это немного, а именно с двузыночными числами рост вместе с нами, и мы росли в итоге вместе. То есть, не могла компания Делайд вырасти, если бы все падали. Ядром нашего успеха явилась та часть базы 150-200 клиентов, которые росли в этот период вместе с нами. Наша база, наша Балайдовская база, около 4 тысяч клиентов. Я говорил, что в кризис, и формула выведена, это не только для России и не только для текстильного рынка, а она общая для всего мира и для всех кризисов, даже самых сложных, 10 процентов участников рынка растут в 90-х адресах. Самый тяжелый кризис можно расти, и около 10 процентов от всего количества игроков на рынке растут. Давай для себя поставлю такую задачу. Если у нас около 4 тысяч клиентов, и 10 процентов составляет 400 клиентов, а у нас 150-200, значит, еще 200-300 клиентов мы должны вывести на положительный тренд рост. Пока 150-200. Как говорится, если стоять на формуле, что 10 процентов кризис могут расти, при том, что 90 процентов кризис, к сожалению, всегда падает, то 10 процентов, это почти что 400 клиентов от нашей базы, и это еще вот около 200-300 клиентов, которые, бы мы видели, должны вместе с нами запуститься на положительный тренд. И в этом мы увидим свою задачу. И на этом упираем. Как за 10 процентов готовы ответить. Поэтому очень внимательно еще раз призываю к тому, чтобы, набравшись терпения, упертости, и объединив совместно наши усилия вместе с вами, давайте попробуем, давайте попробуем взяться за дело, и действительно подтвердить данную формуле. Только вместе. В одиночку не получается. Любое выпадает слагаемое и рушится равенство. Только при наличии двух слагаемых равенство соблюдается. Доказано на таком большом количестве клиентов 150-200. Все бы было хорошо, но с чем мы столкнулись? Вот с апреля месяца мы мониторим ситуацию с нашими клиентами и получаем большое количество отзывов по тем еще нашим выступлениям, когда мы говорили, и тогда мы шли много занятий и встреч к нашей выводу этой формулы, и были многие клиенты, кто дослушал нас до конца, а потом я встречался с ними на выставке, выезжая в города, и мне говорили, менеджером они говорят о том, что мы вас слушали до конца, мы столько вас слушали, мы в повторе слушали, мы переслушивали, и у нас ничего не получилось. И чувствуется у человека, когда такой вопрос, тебе задаются сомнения, уже явное сомнение, которое перерастало в недоверие. К тому, что здесь, как уже ко всей нашей программе, ко всей нашей деятельности, возможно, даже уже к себе, но прежде всего в Билайке, почему, сначала поверили, вроде бы зацепились, вроде бы подумали, сейчас мы слушаем, и все станет на свои листах, и не получилось. Ну, с чем остается человек, да? С разочарования, безусловно. Для меня же, в последние месяцы, особенно устро стало ощущаться такое чувство досады, не раздражения даже, не каприсы, не обида, не в коем случае, досада. Досада на то, и от того, что, прекрасно понимая, что бы произошло, если бы человек докрутил, до смысле, дошел, дотерпел, и сделал со своей стороны все необходимые шаги с нашей помощью, и чтобы получилось в конце, прекрасно понимая, что неизбежно, ну, мы бы толкнули бизнес в рост, но веря, как человек допускает руки, как пассивен, зачастую даже инфантилен, вот веря в то, что вот сейчас просто какой-то одной там пилюлечкой все решится, и понимая, что все наши слова, всего лишь слова, индейство, всего лишь действия, потому что они ни к чему не приводят, видя пассивность с обратной стороны клиента, я понимал, что, к сожалению, мы не движемся действительно никуда, несмотря на все усилия менеджера. Компании Делайк стоим на месте, и в итоге такое недоверие. И человек этого возлагал как ответственность на Делайк, и спорить было здесь тяжело, но вот досада на то, что не достучались, не дообъяснили, не докрутили, значит не смогли, жаль, а могло бы получиться. И во многом этот канал открыт для того, чтобы системно, для тех, кто все-таки ставили перед собой вопрос о том, что действительно бизнес надо тащить, бизнес надо развивать, где-то менять, где-то поправлять те или иные узлы, но обязательно развивать его вверх. Мы надеемся, что мы в любом случае для тех, кто так вопросы себя ставит, будем всегда рядом и попытаемся до конца объяснить вот этот принцип вот этого равенства, до конца объяснить. И пусть уже тогда человек во многом будет объективен в случае того или иного результата, при оценке этого результата. Получится или не получится, но будет объективен. А не так, что просидим где-то и не дожав, не доделав, не доработав, возложить все на кого-то. Вот это нам очень присуще. С этим нужно разбираться. Поэтому мы открыты для постоянного контакта, у нас нет секретов. Мы вещаем в суде для всех. У нас есть специальные рубрики и прямых звонков, и обращений через почту и в чат, в онлайн. Задавайте любые вопросы, мы будем пытаться на них отвечать. Но пока мы не разберемся в этой формуле, мы дальше не уйдем вперед. Именно для тех клиентов, которые еще хотят успеха, хотят и верят в себя, но у которых чем-то учился. Формула общая, она не только касается Делайта. Это формула успеха с любыми пусковщиками. Поэтому будьте внимательны. И попытайтесь, конечно же, набраться терпения, еще раз терпения, и пройти вместе с нами эту дорогу. Дорога выглядит следующим образом. На понимание этой формулы 3-4 таких, назовем так, теоретические занятия, достаточно, и мы разберем, если будут вопросы, понять до конца физический смысл этой записи, мы полностью разберем до винтика формулу, и все будет понятно. Для любого, кто поставит себе такую цель, не больше. И дальше до полугода, опять же не больше, до полугода на физические изменения мероприятия, чтобы бизнес пошел в гору. Кто-то за 3, кто-то за 4, кто-то за 5 месяцев. У нас есть разные случаи, начинают расти. Если есть желание, если есть понимание и уверенность, и амбиции, и все, как говорится, еще никуда не делось, не пропало, мы, конечно, именно для вас и готовы работать здесь постоянно. Если надо, расширять свою эфирную сетку и встречаться чаще. И чаще для помощи вашему бизнесу. Вот в двух словах, первая слагаемая 2P, это первый принцип и второй принцип пирамидки. Первый принцип пирамидки, я сейчас не буду подробно останавливаться на них, все-таки формат наш сегодня, ценовая политика, и мы немножечко поговорим, все-таки найдем, я попытаюсь уложиться в этот формат 40-минутной рубрики, и мы пройдем несколько практических задач. Но первая слагаемая 2P, это первый принцип пирамидки, второй принцип пирамидки. Первый принцип пирамидки говорит о целях наших, не материальных ценностей, а вторая пирамидка рассказывала нам о продукте, о ценах, о ценообразовании, о технологиях. Это уже такие конкретные материальные составляющие, смыслы. И сегодня мы затронем один из смыслов второго принципа, ценовой. Мы о нем поговорим, он очень важен, но там и в 9, и важен каждый. Об этом мы поговорим отдельно. Это слагаемая 2P. Второе слагаемое, это клиент, то есть вы. Что мы называем профессионал? А тут 2P. Первое P – профессионализм. Ну, я бы так сказал, да, вот общими такими, общим понятием, да. Профессионализм – это ваше, это ваше, прежде всего, творческий багаж. Это ваше умение в лучшую сторону отличаться от конкурента и удовлетворять запрос конечного заказчика. Это ваше мастерство, это ваша база, это ваше имя. Это то, что вам удалось наработать. Мы сразу сказали, мы работаем с профессионалами. Те, кто свои бизнесы только открывает, пожалуйста, можете стать слушателями нашего канала и наших занятий, но вам еще предстоит учиться. Успех мы можем дать в такие короткие сроки, которые называют, только если первое P уже есть. А первое P – это ваше умение делать проекты лучше, чем конкуренты. Это ваша база, которую вы еще не растеряли, клиентская. И это ваше имя. Второе P во втором слагаемом – это ваше предпринимательское желание. Мало быть творческим, одаренным специалистом, крайне важно уметь зарабатывать деньги. Прагматично, четко уметь зарабатывать деньги и делать это предприимчивее, чем конкурентно. Это, грубо говоря, это всегда держать паруса поверхности. Наш мир настолько динамичен, настолько стремительно все меняется. Одни поставщики, одни цены, бренды, клиенты, стили, все в такой чехарде, что если мы живем вчерашний днем, мы уже выпадаем. Предприниматель кто это чувствует? Предприниматель тот, кто формирует свой товарный портфель, создается на образовании. Новые подходы к конечному заказчику, актуальные для сегодняшнего времени, для данного времени. Тот, кто живет сегодняшний день. Не вчерашними заслугами, не вчерашними наработками, а сегодняшними. Меняются стили, пристрастия, запросы. Все меняется. А мы зачастую работаем, стоим на принципах. Кто-то еще аж 90-х, кто-то нулевых годов. Предприниматель, а уже давно ветра не те и паруса наши спущи. Мы давно уже никуда не плывем или мы уже дрейфуем куда-то, а нам кажется, что это. Друзья, поэтому второе поэто в ваших предпринимательская. Жилка, без которой неравенство, вернее, равенство рассыпается. Равенство рассыпается во многих случаях. И почему вы разочарованы, и у вас что-то не получилось? Не потому, что здесь, именно почему, потому что какой-то из слагаемых выпадает. Поэтому давайте будем предельно профессиональны, критичны и требовательны к каждому из слагаемых. Может ли быть какой-то момент к первому, заложен в первом слагаемом? Да, в Delight может быть какие-то вопросы к первому слагаемому, если что-то, к примеру, не доделал менеджер, не донес, не доработал, не доразвил. Бывает, мы тоже, как говорится, стремимся, улучшаемся и повышаем свой профессионализм день ото дня, и может быть какой-то сбой возникает в первом слагаемом. Но как в флуктуации случаются? То, что мы поправим. Где ваш любой сигнал тут же даст обратную связь, и мы исправим. Поэтому многие клиенты обращали внимание, насколько мы действительно стали быстро подстраиваться под ситуацию, под запросы клиентов, быть динамичными и как-то перестраиваться в лучшую сторону. Поэтому первое слагаемое рабочее. Вот тут очень много вопросов, когда мы слагаем. И если кто-то себя переоценив, кто-то подумал, что он профессионал, предприниматель, скажет, а на самом деле сидит, то, конечно, равенство насыпается. Это что касается общей формулы. Общей формулы. Поскольку в нашем слагаемом, а сейчас мы подойдем к вопросу цены, ценообразования, то мы коснемся. И вот только когда мы говорили о предпринимательской жилке, с чем пришлось столкнуться? Меня сегодня попросили разобрать даже несколько случаев, объясняющих такие понятия, что такое скидка, маржа, что такое наценка, и какая связь между этими понятиями, что из чего вытекает и как это выводится. И я действительно удивился, думаю, ну, не заметили это для первого класса? Неужели, работая с вами, с нашими клиентами, мы сталкиваемся достаточно часто с проблемами, когда клиент путается в этих понятиях, чтобы выносить их сегодня в первый день на эфир? И с этого начинать? И мне сказали, да. И вот обработав большое количество ситуаций, запросов, клиентов из разных совершенно регионов, мы столкнулись с проблемой, чтобы не все наши клиенты уяснили себе основной и главный смысл, что работая в бизнес, предприниматель прежде всего думает о прибыли, формирует так свой товарный пафель, свою технологию, свои действия, свою команду, чтобы максимально зарабатывать. зарабатывать, максимально зарабатывать, не продавать метражи, не просто что-то продавать, не сидеть печать с клиентом, а продавая любой метр изделия или рулона, там, так положено, обоих, да, зарабатывать максимально предприниматель. Вот посмотрите, с чем приходится сталкиваться в данной ситуации. В первом слагаемом Delight что вам точно дает? Наша цель была какая? Дать вам максимально такой продукт, если мы сейчас говорим о текстиле, такой продукт, по такой цене, мы ее называем обоснованной, то есть это цена, которая может позволить вам легко обосновать конечному заказчику стоимость ткани, легко. При этом она такова, что может обеспечить вам максимальную маржу, то есть вашу прибыль при заработке. Это опять же Далай гарантирует вам первым слагаемым, и третий самый главный момент, мы вам гарантируем, то есть защищаем вас, вашу эту маржу и добросовестные конкуренции. Вот что Delight дал в первом слагаемом, он вам дал продукт по обоснованной цене, которая обеспечивает вам максимальную возможность заработать свою прибыль или маржу вашу, и при этом мы ее защищаем от добросовестных конкурентов. Дальше все зависит уже от вас, сможете ли вы, используя наши методы обучения, что такое обоснованная, например, цена на наш продукт, и как с этим работать с конечным заказчиком, используя вот эти преимущества, а заработать. И вот тут уже вопросы к вам. Я недавно, вот для вопроса, для выяснения, для понимания, что проще продать. Вот, кстати, перехожу к такому пока примеру. Средняя, средняя розничная цена нашего бренда Allegance, складского, с которым в основном все вы работаете, 4 тысячи рублей за метр, за погоной метр, за погоной метр. Это розничная цена, средняя маржа или скидка, назовем так, потом мы сейчас подойдем к этому примеру, 50%, в процентах 50%, в абсолютной речне 2 тысячи рублей. Итак, наша клиниция зарабатывает в среде с продажи каждого метра агрегиации в 2000 рублей. Вот это наш. При том, что средняя цена 4000, мы называем, обоснованная и показывает, чем она отличается от цен, скажем так, каких-то других коллекций, которые находятся в морюке. Примером жизни. Я встречаюсь со своим другом, он увлекается собаками, и вот такой ситуации, как он счастливый тем, что он купил щенка за 1000 долларов, щенка за 1000 долларов, я сразу удивился, неужели как щенки могут стоить за 1000 долларов, и был счастлив, потому что он купил танцрук за 1000 долларов очень удачно, успешно, щенок там в пятом поколении в медалях, весь папа, мама, все медалисты, и он купил такого щенка где-то в клубе официально, если бы он покупал это бессон, там, чтобы 3000, он был счастлив. А я сталкивался с ситуацией, когда замечательные такие же щенки от 1 в 1 так же выглядели, в каком-нибудь фотографии показал только дворяшки. За 100 рублей пытались расфасовать какой-то сертогодный хозяин. Такой же щенок на щенка 2, один породист и другой, как говорится, безробный. Щенок за 100 рублей не был куплен ни один. Да, тоже были те, кто хотел собак, но по какой-то причине, а что вырастет? А кто вырастет? Все-таки же дворняга. Кто там папа, кто там мама? Папа-то известен или мама, вернее, да? Папа неизвестен, да? Вот. Нельзя ли? А за 1000 долларов этот с руками, с ногами забрал и был счастлив. Поэтому задаю вопрос, что проще, продать породистого щенка за 1000 долларов? Или дворняшка за 100 рублей? Вопрос, да? Вопрос, да? Вопрос. Если цена обоснована, если за этим что-то стоит, то всегда проще, конечно же, убедить клиента на продукт при обоснованной цене. Вот тогда мы говорим теперь про наши ткани, пролегайся. Пролегайся, да? Мы должны что понимать? Мы говорим, щенок весит медаль, а наши ткани в тех же самых медалях мы торгуем породистыми тканями. Вот ткань термит, одна из последних наших коллекций, которая уходила в этом году. Вот три медали здесь уже обозначены. Прям вынесены на ЭРСРА. Для большинства клиентов, кто с ней уже работает, известны тесты. Медали для тканей – это тесты. Мощный европейский тесты качества, подчеркивающий высочайший статус. Ткань породистой, ткань медалей. Три мощнейших теста, которые сюда заложены, и два, которые не вынесены. Тесты на износостойкость. Возьмите Мартиндейлы. Сюда вынесены термостойкость, водонепроницаемость и ОЭКОТЕКС-Тандарт 100. три очень важных функциональных теста для бытового использования этой ткани. если эта ткань породистой и стоит 4 тысячи долларов. И ткань предположим, за тысячу рублей розничная цена, которую очень многие продают в этом диапазоне, где-то в этом порядке. Рублей за тот же погонный метр. Тысяча рублей. Узнаем, да? Кучу поставщиков. Вам предлагают за 500 рублей. Вы делаете стопроцентную наценку, достигаете розничной цены в тысячу рублей и торгуете. Вот здесь вот уже при таком подходе маржа при той же 50-процентной, ну, стопроцентной наценке, я сейчас просто вам объясню, мы пройдем на задачки, что такое маржа, что такое скидка, при той же 50-процентной скидке составляет 500 рублей. Так вот, что проще продать? Я задаю вам вопрос. Конечно, если клиент ищет щенка и решил ему уж обзавестись, который действительно искал. Если к вам пришел клиент, который наконец-то созрел для изменения декора помещения, пусть даже для элементарного пошива окна, созрел, что-то имеет, что-то хочет, что-то хочет сделать такое, что ему проще тогда? Ротисточинка. Либо ткань, которая через стенку всех, да, вот где-то такая, размазана по всему рынку, и вот за 1000 рублей. Если объяснить, как говорится, одно и другое. Подумайте, задумайтесь о самом деле. Предприниматель тот очень четко сечет. Наш бизнес розничный, мы не продаем опты, поэтому низкие лентабельности нужны только для опты. Маленькая маржа приемлема для таких компаний, или для гипербольших оптовых компаний. Да, там 1-2-3 процента хорошо. Для розничного бизнеса, в котором все мы находимся, то спасение только высокой маржи. В абсолютно серьезном лечении с метра, который должен заработать. 2500. Вам надо в 4 раза продавать эти кань больше, чтобы достичь только этого показателя здесь. Но у вас нет клиентов, у вас нет 4 попыток. У вас нет такого, что один клиент ушел, а я на 2-й, на 3-й, на 4-й заработал, а клиенту все штучные. Клиенты все желанные, и если он уйдет через стенку к кому-то, у кого вот это будет, а вы это не рассказали, он больше к вам не вернется, поэтому клиента надо брать здесь и сейчас, и очень четко прекрасно понимать. Цена на продукт, который вы формируете в своем салоне, должна быть настолько обоснованной, что клиент никогда вас не упрекнул, что вы спекулируете, что вы продаете дороже, чем через стенку, чем кто-то, что от калей сказать нечего, но вы просите много, что он где-то якобы может найти, и там находится это дешевле. Вот этого не должно быть. И при этом эта цена должна вам позволить заработать такую маржу, чтобы вы не только светили концы с концами, как мы сказали, стролик шли горизонту своего успеха. делай 2000 долларов, 2000 рублей за метр со своей элегантностью. И вот такая модель так называемого, как мы говорим, спросового рынка, ну или какого-то дешевого. здесь делайд не находится. Мы работаем с тканями от 2000 рублей розничного цена для клиента и выше, выше, выше. Мы не работаем в этом ценовом диапазоне не потому, что мы не могли бы предложить текстилятору, какого-то возможно сюда. Поглядьтесь, никогда не буду породистого текстилятора. А во-вторых, с такой маржой вам не выжить. Розничному салону нет. Наверное, какому-то авторику да, а розничному салону нет. И мы не хотим никого обманывать, ни сами обманываться, ни вас обманывать. Поэтому мы обращаемся только к тем, кто может, кто хочет, кто этому в состоянии ценить и кто является настолько профессионалом, чтобы это применить. Вот это первое, во втором слове, первый профессионализм. Вот только к вам. Либо к тем, кто забылся и готов вывернуть, так сказать, из небытия. Пожалуйста. Пожалуйста. И так как я сказал, мы начинаем сегодня разговор о нашей цене, о ценовой политике, о таких понятиях, как маржа, скидка и прибыль. Мне подсказывает, что у нас канал. Мы сегодня первый раз тестируем свои рубрики. И 40 минут было отведено, друзья, на рубрику о цене ценовой политики. Для того, чтобы я, меня попросили, разобрал 5-6 случаев таких характерных и показал на них, раз и навсегда, чтобы всем стало понятно, что такое скидка, маржа, что такое наценка, и как это одно в другое переходит, и как это между собой сочетается, и как этим пользоваться, чтобы для вас больше здесь не было затыков. Я не готов был настолько изначально говорить о конкретике, потому что мне казалось, что это не проблема. Но когда выяснилось, что это проблема, я сказал, да-да, конечно же, я сделаю. Но я извиняюсь, я не учел формата. К сожалению, не хватило немножечко времени. Я обещаю, что все задачи, и я добавлю еще и жизни, у меня есть много случаев, я в следующий раз в понедельник вам покажу на примерах всем, кто действительно по какой-то причине испытывает дискомфорт с этими всеми понятиями маржа скидка на ценку, мы разберем с вами подробно, и вы это все увидите. И потом записи на ютубах, если где-то раз-два посмотрите, не забудете уже никогда, я вам обещаю, а пять минут оставшихся, тогда я вот что скажу, закончу. О принципах нашей ценовой политики. Вот что я часто слышал в этом году. Каким-то образом, еще будет рубрика, где мы будем отвечать на вопросы, там она так всплывет, но были случаи, когда жаловались на то, что для тех каких-то клиентов в этом году поднимали цены. И тогда нам задавали вопросы, как, почему, вдруг стали подниматься цены, а вроде бы вы действительно долгое время их не поднимали. Я хочу напомнить, как выглядит наша ценовая политика, я об этом рассказывал, и хочу еще раз напомнить, мы от этого не отходим. Начиная с 14-го года с сентября. Раз в год, делай, корректируют, не поднимая, не повышая, а корректируют цены, это значит и вверх и вниз, на свои коллекции в сентябре месяце, один раз в год. Поэтому в сентябре 15-го года мы скорректировали свои цены на 7% наверх, в среднем получилось. В сентябре 16-го года мы скорректировали свои цены на 10% вверх в рублях. И следующая коррекция ценовой политики будет в сентябре этого года. Коррекция. Корректируемые цены нет по принципу гадания на кофейной гуще, а по анализирую большой материал данных по своим клиентам, по их отзывам и рекомендациям, какая коллекция должна быть, как по ней должна быть изменена цена. Если все мы говорим, что основная наша задача получить маржу, если цена настолько ткань, настолько качественная, то мы не поверите, очень многие клиенты, очень многие клиенты рекомендовали поднимать цену. Поднимать. Единственное, что гарантировать, чтобы компренты не допинговали, а так поднимать. Маржа нужна, не оборот нужен, маржа нужна. Так? И мы, анализируя в течение года, собирая информацию, разбой, корректируем цену. В этом году, в этом году, мы сделали впервые за 20 лет вот что? 24 апреля Daylight изменился на одну политику. И это не коррекция ежегодной цены. За 20 лет мы изменили ценовую политику. Daylight стоял все эти годы на дилерской цене. Мы давали вам цену на свой продукт и дальше вам говорили, рекомендуем вам сделать различную цену какую-то, а дальше кто как хочет. Кто-то 200%, кто-то 100%, кто-то 300%. Так очень многие поставщики работают до сих пор. 24 апреля мы изменили ценовую политику, чтобы дать вам тот козырь, о котором я говорил вначале. Чтобы вам дать такую розничную цену, которая была бы единой для всей России, для всех регионов, для всех клиентов единой ценовой, без права на понижение, без права делать какие-то распродажи и самостоятельные рекламы низких цен. Единую цену, которая бы позволила вам гарантированно получать высокую наружу. То есть полностью защищать, которая бы защищала вас от недобросовестной конкуренции. Для этого надо было с дилерской ценой перейти на розничную цену, предупредить всю клиентскую базу о том, что за нарушение наших принципов мы начнем решать аккредитации. Уже очень много случаев произошло такого плана. Мы начинаем защищать базу от тех клиентов, которые пытались под шумок зарабатывать деньги на нижних ценах. Поэтому мы ввели 24 апреля розничную цену, рублевую, на весь свой продукт, на олигансию, на заказные бренды, на арбузы, на всю свою программу. И каждому клиенту, кто работает со всем ассортиментом, дали каждому свою скидку. Скидка одинаковая на весь асортимент. То есть, если клиент работает и заказными нашими брендами с олигансией с собой, имеет 50 процентов, он имеет 50 процентов на все. Если 45, 45 процентов на все. Но наши скидки шли в диапазоне от 30 процентов скидки, с шагом по 5 процентов до 60. От розничной цены, которая уже была единая, значит, что-то предель для всего рынка, мы дали распределение скидки от 30 до 60 процентов. Какой-то из клиентов получить? 45, кто-то процентов, да? Кто-то получил 50, кто-то 60, кто-то 30. И вот с этим мы были связаны в основном ваши вопросы. И не всегда возможно менеджер успел ответить или ответил, это дело профессионально как-то ответил. Мы об этом поговорим, как раз для этого мы встречаемся, что мы ответим на все ваши вопросы. Но поскольку наша рубрика «Разговор о формуле успеха и ценовая политика» пока подходит к концу, я пока зафиксируюсь в одно и том месте. Мы продолжаем наш разговор. Я никуда надолго не клеится, из эфира не ухожу. В следующем мы через какое-то время продолжим в нашей встрече отвечать на самые злободневные вопросы. В том числе мы вернемся к этим вопросам о наценках, о скидках и так далее. Поэтому, дорогие друзья, спасибо большое. И я выступаю время нашему... Да? Спасибо. 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 Спасибо.